Яков, я даже опасаюсь. Все нормально. С тезисом, что нет исторической правды, я не согласен. Факты однозначные, документы однозначные. И можно там заниматься эквилибристикой, пытаться их извратить, но факты говорят одно. Польша вела с Германией переговоры о нападении на Советский Союз с 1939 года. Польша требовала Литву, Белоруссию, Украину, выход к Черному морю. Немцы согласились, но они хотели и Данцик, и проход к Данцику. Поляки считали, что они ничего не должны давать, только свое участие. И на этом приговоры оборвались, и тогда немцы сказали, хорошо, мы нападем на Польшу. Когда Германия готовила планы атаки против Польши, вермахт, начиная с начала 1939 года, и летом, и осенью, перед началом боев, не было никакого упоминания и никакого расчета на участие Красной Армии. Немцы рассчитывали в течение двух недель сломать хребет польской армии и прийти к победе. Польша начала готовить планы к этой войне, и план был очень логичный. Польша считала, что с началом войны, если следовать заявлениям Франции и Великобритании, французская армия с первого дня начнет военные действия. И поскольку немецкие войска будут заняты на Западном фронте, Польша, отмобилизовав резервы за две недели, победоносно войдет в Берлин. Кто предал Польшу, это французы. Это были планы польской армии. Войти в Берлин после того, как французы стянут немецкие войска к западной границе. А французы, как французы, они предали Польшу. Они не начали военные действия. Мало того, 12 числа, через 12 дней, через 12 дней французский военный кабинет принял решение. Нет смысла начинать военные действия из-за того, что происходит в Польше. Польши нет. То есть, кто предал поляков, это французы. Кто позволил немцам, это французы, потому что они не выполнили то, что они обещали. Они же сказали, мы начнем военные действия в первый день. Французская авиация обещала в первый день начать. И британская. Ничего не было до мая 40-го года. А когда Красная Армия вошла в Польшу, тут уже говорили, польского правительства не было. И генштаба не было. Польши не было. Они уже были в Румынии. Но какой приказ дало польское командование польским войскам? Красной Армии не сопротивляться. То есть, они это приняли. В Нюрнберге, когда рассматривали этот вопрос, было принято решение осудить как агрессию нападения Германии на Польшу. Без всякого упоминания Советского Союза. Так что все, кто говорят об этом, они просто нагло врут. В документах этого нет. В международных документах этого нет. Никто не осуждал в Нюрнберге никого, кроме Германии, за начало войны. А в результате этих действий Советский Союз получил то, что ему полагалось по Версальскому договору. Польша нарушила Версальский договор. Она заняла эти земли. Например, признал присоединение Западной Белоруссии к Украине, к России, к Советскому Союзу, потому что это было написано в Версальском договоре. А Советский Союз был стороной. Секу Версальского договора. Не играет никакой роли. Никакой роли не играет. Это не принадлежало Польше. Так же, как и Вильна. А считалось правоприемником, потому что, если вы вспомните, то предъявлялось Советскому Союзу счета за долги России. Поэтому в западном сознании здесь разрыва не было. Ну, один момент, который я хочу отметить. Почему Поль... Когда... Два момента. Когда Черчилль в 45-м году из Ялты встретился в Москве с польским руководством, он сказал, я не точно цитирую, но примерно, он говорит, эти психи ненормальные, живут в своих фантазиях, с ними говорить невозможно. Они не понимают, в каком мире они живут. Наверное, Черчилль говорила о нынешней Польше. То же самое, но последнее. Польша не только по своему природному гонору говорит то, что она говорит. Их поддерживает. Вот недавно американский президент, который решил побить все рекорды безграмотности и невежества в истории, был в Польше. Он посетил мемориал армии Краёвой, антисемитской армии. Там не было евреев. Евреи были в армии Людовой. Евреи были в войске польском. Не было ни одного живого еврея в армии Краёвой. Это была антисемитская армия с самого начала. Он почтил их память. И что он сказал? Он сказал, почтил память поляков, которые освободили Польшу от немцев. Так вот, один польский ученый, который... Трамп. 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 Да, вот был сейчас в Польше. Один польский ученый, который... Он поляк. Он живет в Америке. Он не агент Путина. Он сказал, во время Второй мировой войны поляки, не нацисты, поляки, убили больше евреев, чем немцев. И вот этих благословил американский президент. И вот поэтому, поэтому сегодня поляки имеют такую наглость говорить о том, что Советский Союз начал войну против них. Сильно. Продолжение следует...